МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Запорожской области отметили свой профессиональный праздник, оказав помощь бойцам 55-й отдельной артбригады. Объект споров и взаимных обвинений выдержит ли жилищно-коммунальное хозяйство Запорожья противостояние мэра и главы профильного департамента. За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, 14 получили ранения, сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в Донецком аэропорту в ходе боев за последние сутки погибли двое украинских военных, а 15-18 бойцов получили ранения. Тем временем руководители совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на востоке Украины попытаются прекратить штурм аэропорта. На место событий уже выехала совместная группа из украинских и российских офицеров, сообщает пресс-центр АТО. Последние три дня обстрелы и штурмы аэропорта длились практически беспрерывно. Кроме того, поступали сообщения о полном разрушении старого терминала, но в СНБО опровергли эту информацию. С утра понедельника, как сообщает в СНБО, зафиксировано 11 случаев обстрела Донецкого аэропорта. Сегодня в Акимовке в последний путь провели 21-летнего Владимира Попова. Он погиб на Донбассе три месяца назад. Проститься с героем-земляком пришел практически весь поселок. С самого утра кинотеатру «Победа», где проходило прощание с бойцом 23-го батальона территориальной обороны Запорожской области Владимиром Поповым, потянулись Акимовцы. Молодежь и люди возрасте не сдерживали слез, отдавая дань памяти своему земляку. 21-летний парень едва вернулся со срочной службы в армии, как снова отправился служить. В этот раз в зону боевых действий на Донбасс. Он работал в Киеве, его здесь не было. Прислали повестку сразу. Так как его не было, Анжела позвонила, сказала. Он приехал, сказал, что да, я пойду. Он пошел в военкомат и дня через четыре его забрали. Владимир Попов погиб в бою под Мариуполем 5 сентября. Ответственный участок доверили ему, потому что специалист был очень хороший, квалифицированный. И понятно, что передовая машина подверглась самому большому нападению. Было несколько попаданий в нее с реактивных снарядов. И он на ней погиб. Потом долгое время его не могли оттуда... Ну, это история, вы знаете, наверное, что в течение трех почти месяцев не могли его оттуда забрать. Спасибо добрым людям, которые были на этой территории, которые прихоронили их, которые помогли эти тела экзумировать. Мы их доставили 24 октября, доставили в судную экспертизу Запорожскую. Очень много проблем было с анализом ДНК. Не могли выделить изначально. По словам друзей Владимира, он был всегда веселым, душой компании. А сослуживцы говорят, всегда рвался в бой. Нормальный человек, понимаете, добросовестный. Какие задачи на него не возлагали, все он выполнял. Инициативу проявлял разумную, очень разумную инициативу. И по проверке на блокпостах, и как специалист он тоже на тот уровень, который ему необходимо знать. Для Гимовского района это не единственная потеря. Недавно здесь простились с Юрием Демидовым, который так же, как и Владимир Попов, погиб в бою под Мариуполем. Продолжаем программу. Спасатели предупреждают, в Запорожье и области завтра резко похолодает. За данными гидрометцентра, на территории Запорожьей области прогнозуется уже с 2 грудня резкое понижение температуры до минус 17 градусов в ночи и минус 9-11 в день. Все это способствует созданию льдового покрова на Каховском водосковище и в акватории Азовского моря. Работники ГСЧС напоминают любителям зимней рыбалки. Сейчас ледяной покров на водоемах еще тонкий и не стоит рисковать своей жизнью, выходя на лед. По данным врачей, за последние два дня резко возросло количество обращений в травмпункты с ушибами и переломами. Медики советуют использовать обувь на устойчивой подошве. Пожилым людям предлагают поменьше выходить на улицу, а всем горожанам одеваться теплее, не забывать о головных уборах и перчатках. В минувшие выходные заложниками непогоды в Запорожской области стали более 40 большегрузных автомобилей. Наиболее проблемным участком дороги стали так называемые горки от Запорожья до Василивки. Обильный снегопад и сильный боковой ветер, которые наблюдались в Запорожье в минувшую субботу, стали причиной множества аварий в областном центре и за его пределами. Сотрудники госавтоинспекции говорят, больше всего автомобили пострадали на крутых спусках и подъемах. На участке автомагистрали Харьков-Симферополь от Запорожья до Василивки. Фуры просто складывались на проезжей части, либо съезжали в кювет. Техніка працювала в дорожних службах, але вона не справилась з таким снегопадом, який до нас трапився. І в зв'язку з цим були затори на дорозі. Ми були змушені обмежити рух транспортних засобів великовагових та вантажних, які рухалися з міста Запорожья та з міста Васильевки. Легкові автомобілі та автобуси рухалися в зв'язковому режимі. На декіль час ми обмежували, коли проходила обробка дорожнього покриття. Для помощи водителям, которые стали заложниками непогоды, привлекли максимальное количество личного состава госавтоинспекции, госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также службы автомобильных дорог в Запорожской области. Из снежного плена удалось вызволить около 40 грузовых автомобилей. Кроме этого, не было зафиксировано ни одного случая переохлаждения водителей. Не доїжджаю до Запорожья, мене выкинуло кувет. Я сидел, грелся, грелся, закончился бензин. Сотрудники ГАИ дотянули мене до поста. Чаем напоили, обогрели. Сейчас сижу, жду родственников, заберут меня. Спасибо работникам ГАИ за то, що дотянули, обогрели, чаем напоили. Представители госавтоинспекции в Запорожской области утверждают, все службы сработали максимально оперативно, поэтому ситуация на дорогах области стабилизировалась к утру воскресенья. Специалисты напоминают, зима только началась, а поэтому запорожским водителям всегда нужно быть готовым к сложным погодным условиям. Хотелось только напомнить, может быть, да, такие элементарные советы для автолюбителей, которые выезжают на дальние поездки, загородние поездки. Держать по возможности заправленный автомобиль, держать по возможности заряженными батареи мобильных телефонов, иметь в салоне хотя бы элементарный, скажем так, набор теплого белья и термос с горячим чаем, чтобы, скажем так, за тот период, когда придет помощь, чтобы какое-то время успеть сохранять тепло в салоне автомобиля. Один из самых масштабных проектов в истории независимой Украины. Металлургический комбинат «Запорожсталь» объявил о начале работ по переходу на кислородно-конвертерный способ производства стали. Уже в ближайшие дни начнется первый этап реализации проекта подготовка земельного участка в районе Балки Маркусова. Строительство кислородно-конвертерного цеха, о начале которого заявил генеральный директор МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма, это не только тысячи рабочих мест, но и многомиллиардные инвестиции. Кроме того, реализация проекта выведет производство стали на комбинате на самый современный технологический и экологический уровень. За два с половиной года в реализацию природоохранных проектов комбинат вложил более 250 миллионов долларов. И, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, продолжит техническую модернизацию с экологической составляющей. Следующий этап – переход на кислородно-конвертерный способ производства стали, что позволит на четверть снизить экологическую нагрузку на регион. Это проект общим объемом инвестиций в полтора миллиарда долларов. Это проект, в строительстве которого будет задействовано более 2000 человек. Это проект, для строительства которого нужно будет до полумиллиона кубов бетона, 100 тысяч тонн металлоконструкции, 50 тысяч тонн технологического оборудования. Это проект, который по всем мировым стандартам строить от трех до пяти лет. Первый этап о начале реализации, которого объявил Ростислав Шурма, – подготовка земельного участка в районе Балки Маркусова. Сейчас на этом месте отвалы запроштали. Часть территории принадлежит городу. И это место давно известно в Украине как рассадник криминала. В лихие 90-е автоматные очереди здесь раздавались едва ли не ежедневно. Отвалы – источник не только богатства для десятков криминальных авторитетов, но и бесперерывная головная боль правоохранительных структур. Даже в 2014 году было зафиксировано две попытки вооруженного захвата части территории Балки. После реализации проекта и в результате этого проекта отвалы как класс, они в принципе исчезнут. Чтобы подготовить территорию отвалов к строительству кислородно-конвертерного цеха, необходимо два года. Предстоит переместить полтора миллиона тонн материалов. Общая площадь территории – 50 гектаров. Это примерно 70 футбольных полей. Запланировано также создание 300-метровой санитарно-защитной зоны. По словам Ростислава Шурмы, комбинат планирует создать зеленую санитарно-защитную зону не только на территории комбината в Балке Маркусова, но готовы за свои средства ликвидировать и озеленить территорию Черной горы, которая нынче пребывает в коммунальной собственности Запорожья. Чтобы создание полноценной зеленой зоны стало возможным, потребуется еще добрая воля руководства города во главе с Александром Сином. При этом мэру придется идти навстречу не Запорожстали, а Запорожцам. Именно в их интересах комбинат намерен преобразить проблемный участок, превратив его в защитную зону европейского типа. Аналогичные работы в Днепропетровске были проведены при реконструкции комбината «Интерпайпсталь». Есть два пути вообще, по которым можно пойти. Первый путь – это продолжать там зарабатывать деньги, устроить рассадник криминала, устроить экологическую проблему, потому что переработка – это сепарация, это пыление, это грязь. Или второй путь – пойти как бы по пути благоустройства города. Вопрос такого сотрудничества обсуждался несколько месяцев назад. Тогда Александр Син заявил, что поддерживает начинание комбината «Запорожсталь». Так ли это на самом деле станет известно в ближайшем будущем? По словам Ростислава Шурмы, проект строительства кислородно-конвертерного цеха станет главной индустриальной стройкой в Украине, а город Запорожье, кроме существенного снижения техногенной нагрузки, получит новые рабочие места, отчисления в бюджет, уменьшение уровня криминала и напряженности в городе и современную промышленную площадку. В свой профессиональный праздник они не принимают поздравления, а наоборот вручают подарки сотрудники прокуратуры Запорожской области. Передали гуманитарную помощь боецам 55-й отдельной арт-бригады, базирующейся в Запорожье на уральских казармах. Подробности в репортаже Евгении Назаровой. 1 декабря – день работников прокуратуры. В этом году ее сотрудники в Запорожской области решили отметить свой праздник акцией в поддержку наших военных. Примерно где-то с месяца назад мне позвонил Александр Леонидович с вопросом о том, чем необходимо помочь нашим солдатам, которые принимают непосредственно участие в ведении боевых действий в зоне антитеррористической операции. И решение было однозначным – это создать хотя бы минимально комфортные условия для того, чтобы они могли спокойно выполнять свои обязанности. Учитывая то, что конфликт имеет затяжной характер, мы входим в зиму, поэтому мы попросили помочь нам с паниками и термобельем. Мы собрали около 80 тысяч гривен. Это добровольные взносы. Меня радует, что это не моя инициатива, она идет снизу. Это инициатива наших прокуроров. Поэтому мы привезли спальные мешки и теплое белье. Мы хотим, чтобы нашим защитникам там на передовой было тепло. А учитывая то, что я еще родом с Донецкой области, я знаю, что там зимы намного холоднее, чем здесь, в Запорожье. На собранные средства сотрудники прокуратуры закупили около 80 теплых спальников и комплектов термобелья для 55-й артбригады. Сегодня в торжественной обстановке передали их нашим военным. Мы видим, в каких нечеловеческих условиях вам приходится воевать. И вы знаете, не перестаем удивляться вашей смелости и мужественности, оставив любимых жен, детей, оставив работу, бросив учебу и пойти защищать наше Отечество. Можно о многом говорить. Говорите о разных идеалах. Ну, наверное, одно я знаю точно, что таких самоотверженных людей, как вы, нет ни в одной стране мира. Артиллеристы, в свою очередь, поблагодарили сотрудников прокуратуры за помощь и поздравили их с профессиональным праздником, вручив Александру Шацкому поздравительный адрес от воинской части. Полмиллиона гривен для украинских бойцов собрали организаторы интернет-аукциона «Свой за своего». Он был основан в начале лета запорожцем Эдуардом Андрющенко. Среди лотов книги, изделия народных мастеров, различные сувениры и символика среди покупателей и лиц, предоставивших вещи на продажу жителей практически всех уголков Украины. Мы иногда что-то купим самостоятельно, например, последним временем это были теплые вещи, взутятые, самые бушлати. Если в Запорожье или в каких-то других местах какой-то непоганный вариант, недорогий попадается, тогда мы сами это делаем и помогаем, в том числе запорожьким подразделам. Но основную часть передаем волонтерским движениям, например, «Вернись живым» или «Народный тил». На сегодняшний день 510 тысяч гривен и выставлено было больше 800 лотов. Практически 95% из них мы продали. В Запорожском областном центре молодежи прошла вторая ярмарка волонтерских проектов. Различные благотворительные волонтерские организации представили на ней свои программы решения проблем в социальных, экологических, культурных, туристических, образовательных сферах. Больше всего участников было в группе социальных проектов. Волонтеры говорят, на сегодняшний день наиболее актуальной является помощь людям, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях. Организаторы отмечают, что в последнее время в нашем городе увеличилось количество желающих безвозмездно помогать людям. Однако не все знают, как это сделать. Для этого и проводится ярмарка волонтерских проектов. Как показал опыт проведения первой такой встречи, ярмарка помогает объединиться с запорожцам, которые в дальнейшем хотят делать добрые дела и направить свои усилия на определенные проекты. Ее основная цель – это соединить организации, которые уже что-то делают светлое, доброе у нас в городе, и плюс познакомить с волонтерами, которые хотят что-то делать, но, например, не знают, куда пойти и что происходит в нашем городе. Поэтому это такая площадка, open space, которая соединяет тем, кому нужна волонтерская помощь, и те, которые поделятся теплом и своим талантом, и свободным временем. Сфера жилищно-коммунального хозяйства Запорожья – как объект споров и взаимных обвинений для чиновников. Представители городской власти заключают пари. Выдержит ли ЖКХ Запорожье противостояние мэра и главы профильного департамента? Сегодня на очередной пресс-конференции городской голова зачитывал журналистам СМС сообщения о своих подчиненных и призывал директора департамента ЖКХ к мужеству. Что не поделили чиновники и как это может отразиться на простых горожанах? Об этом в репортаже Натальи Зайченко. Кто кого быстрее уволит? Уже не первый месяц в Запорожье продолжается противостояние между городским головой Александром Сином и директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Валерием Безлепкиным. Лично, как говорит мэр, они встречаются редко, а поэтому приветы друг другу передают через средства массовой информации. Сегодня очередь Александра Сина. Он заявил, что Безлепкин – чиновник не подконтрольный, а общаются они с помощью СМС. Одно из таких сообщений от своего подчиненного городоначальник засчитал журналистам. Есть предложение провести встречу в Киеве по вопросу трудоустройства. Приглашают. Могу в понедельник в командировку на пару дней. После этого господин Безлепкин заболел. Насколько я знаю, заболел, потому что ни меня лично, ни своего непосредственного руководителя Сверкина он не проинформировал ни письменно, ни устно. Мы предполагаем, что он заболел. Я предлагаю Валерию Безлепкину выздороветь, желаю ему всяческого здоровья, выйти на работу, поступить как мужчина, написать заявление и уволиться. Городской голова сообщил, что Валерий Безлепкин, по его мнению, в жизни города не участвует и игнорирует все его совещания. Это подтверждает и руководитель депутатской комиссии по жизнеобеспечению, которого Син в качестве поддержки также пригласил поучаствовать в пресс-конференции. Другими словами, подчиненный мэра ему не подчиняется. Возникает вполне закономерный вопрос. Почему Александр Син сам не уволит нерадивого подчиненного? Я не царь, и у меня нет права взять и просто уволить человека просто так. Увольнение людей – это процесс, который требует определенной юридической процедуры, фактов, обоснований. А пока чиновники ищут между собой крайних, пострадать из-за несогласованных действий в цепочке. Мэр, директор департамента могут горожане. Чем завершится противостояние? Я хочу предложить уважаемому мэру Пари. Я убежден, что господин Безлеткин заявление точно не напишет. И под его умелым руководством мы потеряем окончательную систему ЖКХ. Первая часть пари – напишет ли он заявление или нет. Вторая часть – потеряем мы ЖКХ или нет. На мой взгляд, это разные вещи. Никто не позволит господину Безлеткину уничтожить работу в жилищно-коммунальном хозяйстве. Каким бы ни был результат пари, за все, что происходит в городе, отвечать в первую очередь и его руководителю. К слову, работу коммунальных служб по очистке города от снега мэр оценил положительно, отметив, что все сработали слаженно и техники хватило. Тем более, что помощь в уборке от снега городу оказали и промышленные предприятия Запорожья. В минувшее воскресенье на площади Маяковского прошла благотворительная барахолка под названием «Неси свое добро». Мероприятие приурочили ко дню борьбы со СПИДом, который в Украине отмечают 1 декабря. Деньги, собранные на ярмарке, будут направлены на помощь ВИЧ-инфицированным детям. Мороз и снег не помешали представителям общественных организаций Запорожья собраться на площади Маяковского, чтобы впервые провести благотворительную барахолку с символичным названием «Неси свое добро». Горожан призывали не только поделиться ненужными вещами для ярмарки, но и в прямом смысле слова «нести добро в окружающий мир». В первую очередь быть толерантными к людям, оказавшимся в беде, в частности к ВИЧ-инфицированным, ведь акция была приурочена ко всеукраинскому дню борьбы со СПИДом. Мы привыкли к тому, что СПИДом стращают, стращают, стращают. А сейчас, мы думаем, наступил тот период, когда нужно действительно бороться с добротой. Потому что путей передачи ВИЧ-спида не так много. И если молодежь будет знать о том, как уберечь себя от СПИДа, то они эту проблему смогут обойти. А люди, которых она уже коснулась, они не опасны для общества. С ними нужно дружить, с ними можно общаться, с ними можно сотрудничать. И вот к этой доброте мы как раз и призываем этой акции. На барахолку отзывчивые запорожцы принесли вещи, сделанные своими руками. Вязаные варежки, носки, игрушки и многое другое. Все средства, вырученные от продажи, будут направлены в помощь ВИЧ-инфицированным детям. Главная цель – собрать денег и оказать помощь адресную больному ребенку, или же на диагностику, или же на лечение. Мы еще после акции соберем все эти деньги, посмотрим, сколько у нас получилось, и решим, кому именно мы эти деньги дадим. Однако в первую очередь запорожцев призывали делиться от добротой своих сердец. Негативное общественное мнение намного усложняет и без того нелегкую жизнь людей, столкнувшихся с ВИЧ-инфекцией. Об этом, как никто другой, знает Татьяна. Женщина не стесняется говорить о своей болезни, надеется, ее опыт кому-то поможет. Сейчас Татьяна работает волонтером с трудными подростками, старается уберечь их от беды. Главное, чтобы от этих людей, которые заболели, которые не по своей порой даже вине, случилось так. Некоторые жили неправильно, у некоторых судьба так сложилась, а некоторые в больнице получили статус. Я бы хотела обратиться к обществу, чтобы они стали добрее друг к другу, добрее к тем людям, которых действительно получилось так, что они заболели такой болезнью, как ВИЧ. Это не страшно. С этой проблемой можно жить, но об этом нужно знать. Этих людей не стоит бояться. Все запорожцы, которые побывали в этот день на площади Маяковского, могли бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию в специальной мобильной лаборатории. Запорожская область стала одной из 12 по всей Украине, которые получили такие спецмашины от Международного благотворительного фонда. Здесь можно сдать анализы не только на ВИЧ, но также на гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, пройти осмотр гинеколога. Те, кто в городе, могут прийти к нам и сделать такой тест. Те, кто в глубинке, те, кто в селе, где как раз сейчас и концентрируется ВИЧ-инфекция, они такой возможности не имеют. То есть задача этой мобильной амбулатории – приблизить возможность для людей узнать о своем статусе, о своем здоровье именно в глубинке, именно в сельских и районных городах. Экспресс-анализ вызвал у горожан большой интерес. В мобильную амбулаторию выстроилась целая очередь. В отличие от анализов поликлиники, где результат обследования на ВИЧ нужно ждать по несколько дней, здесь анализ готов уже через 15 минут. Я переживаю за свое здоровье, мне интересно знать свой статус. Тестирование прошло быстро, не больно. Я, в принципе, не волнуюсь, не переживаю, но скоро сейчас пойду узнавать результат свой. Во время воскресной акции мобильная амбулатория прошла первую обкатку. Сегодня она отправилась работать в районы Запорожской области. В здоровом теле – здоровый дух. Девиз Бердянского городского клуба любителей зимнего плавания «Экстрим». У этих людей не бывает плохого настроения. Говорят, оптимизм и прекрасное здоровье поддерживают благодаря тому, что каждый день в течение года, независимо от погодных условий, окунаются в Азовском море. Особые отношения у членов клуба – к различным праздникам и датам. В последний день ноября более 20 человек символично открыли новый зимний купальный сезон. Мороз и укрытые снегом улицы и пляжи Бердянска лишь подняли настроение приверженцам здорового образа жизни. Это здорово, это классно. Ну, настроение прекрасное. Люди чувствуют себя прекрасно. Всем понравилось. Очередное наше мероприятие – это на этом месте. Вновь с 31 на 1 мы встречаем Новый год в воде. В Запорожье прошел благотворительный семейный праздник «Моменты счастья». Все гости которого приняли участие в сборе средств для утепления спального корпуса Вальнянской школы-интерната. Мероприятие организовала один из победителей конкурса социальных проектов комбината «Запорожсталь» – «Мы – это город». Благотворительный фонд «Улыбка ребенка». Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» продолжает оказывать помощь воспитанникам Вальнянской специализированной школы-интерната. Волонтеры уже реализовали несколько успешных проектов, направленных на помощь детям. Праздник «Моменты счастья» стал уже третьей акцией этой организации. До этого мы собирали деньги на организацию детских экскурсий, организацию кружков детской йоги. В этот раз мы решили позаботиться о физическом комфорте детей, то есть собрать деньги на утепление спален Вальнянской школы-интернат, потому что действительно там холодно и детки нуждаются в том, чтобы им было более комфортно и теплее. Гости мероприятия приняли участие в увлекательных мастер-классах от флористов, художников, мастера гончарного дела, пробовали себя в песочной анимации и не только. Кроме того, могли приобрести и готовые поделки воспитанников-интернатов, изготовленные в мастерской добра. Это еще один проект, реализованный фондом «Улыбка ребенка» благодаря гранту, выигранному в конкурсе социальных проектов «Мы – это город», который проводится в рамках социальных программ комбината «Запорожсталь». Этот проект мы запустили около года полутора назад. Он подразумевает поездки в интернаты к детям с мастер-классами. Большое спасибо «Запорожсталь», потому что еще на год мы смогли благодаря этому предприятию, благодаря их гранту продлить этот проект. По словам волонтеров, мастер-классы очень нравятся их маленьким подопечным. Во время каждого занятия мастера стараются также расширить кругозор ребят. Например, когда варили мыло, рассказывали, как правильно мыть руки. «Они сами варят, сами добавляют цвета, сами решают, какое им мыло надо, какой формы, цвет, запах и так далее. И у кого-то, что получается, показывают, мы все мыло оставляем им, они как бы, но мы не забираем. В общем-то, они сами все это делают для себя, с удовольствием, им это все нравится». «Без выходных, без праздников приезжают волонтеры, занимаются с нашими детьми. Они им проводят такие замечательные праздники, они им проводят уроки йоги. Дети с удовольствием ждут волонтеров, ждут всех с улыбки ребенка. Для нас это праздник». Сегодня в Альнянской школе-интернате воспитывается 200 ребят, 50 из них – сироты. Мероприятия, которые проводят волонтеры фонда «Улыбка ребенка», помогают ребятам адаптироваться в обществе и почувствовать себя нужными. «Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» показал, что он заслуженно победил в конкурсе «Мы это город» и выбрал тот грант, который он направил на детей. На тех детей, которые в большей степени нуждаются в поддержке, в помощи и во внимании. И сегодня мы как раз увидели, что это заслуживает внимания. Тут позитив и доброта, которые это мероприятие дарит, несмотря на то, что во главе угла стоят все-таки проблемы. Проблемы этих детей, интернатов. Я думаю, всеми силами, теми людьми, которые здесь собрались и которые уделили внимание этой программе, вне стен сегодняшнего мероприятия, позволит детям сделать поистине больше улыбок. Гостей праздника ожидало немало приятных сюрпризов. Розыгрыш подарочных сертификатов, благотворительная лотерея, выступления известных артистов. Хедлайнером вечера стал стальной голос Украины Арсен Мирзаян. Во время благотворительного праздника удалось собрать 35 тысяч гривен, которые уже в ближайшее время используют для утепления спального корпуса вольнянской школы-интерната. Большой праздничный концерт с переаншлагом. Запорожская областная филармония отметила свое 75-летие. Какие сюрпризы подготовил творческий коллектив для публики, видели наши корреспонденты. История Запорожской областной филармонии начинается с 1939 года. Тогда это было концертное эстрадное бюро с коллективом в 17 человек. Теперь, спустя 75 лет, о филармонии знают не только во всех уголках Украины, но и за рубежом. Сейчас здесь работают 248 человек, которые трудятся, чтобы вновь удивить и порадовать зрителей. А к юбилейному концерту подготовились особенно тщательно. На сцене концертного зала имени Глинки выступили лучшие. Мастера художественного слова, вокалисты, оперные и эстрадные певцы. Во втором отделении концерта зритель ожидал особый сюрприз. Сегодня второе отделение концерта откроется овертюрой к опере Руслану Людмилову. Это символ нашего оркестра, музыка, которым будет дирижировать этим первым номером первый дирижер Запорожского симфонического оркестра Юрий Луцев, который приехал сюда из Львова со своей женой, который сразу же на наше предложение приехать согласился, ему уже 90 лет. Этот приезд – это вспоминка юности. Я тогда был молодой, это был 1957 год. Первый раз приехал немного быстрее, когда меня затягивали, но уже 1957 год, когда создал оркестр. Это очень приятные вспоминки. Во-первых, для того, что вспоминка того, что он сделал в молодости и что тогда было хорошо, дотривало до сегодняшнего дня. И сегодняшний руководитель оркестра продолжает наши спільные идеалы. Академический симфонический оркестр – гордость Запорожской филармонии. Сегодня, как и в первые годы его деятельности, концерты оркестра под руководством Вячеслава Реди собирают полные залы. Мы очень благодарны всем нашим артистам, которые поднимали эту филармонию. Она гремела на весь Союз и сегодняшний день доказывает, что Запорожскую филармонию знают в каждом орке нашей страны. Благодаря своему таланту, благодаря любви к людям филармония живет, радует зрителей. Это самое большое счастье для артиста. На торжествах юбилея наградили выдающихся артистов филармонии. Некоторые были удостоены премии имени Анатолия Князева, мастера художественного слова, который посвятил филармонии 60 лет творческой деятельности. Я очень тронут и рад тому, что учреждается премия имени моего отца. Это признание специалистов, народа, вероятно, заслуженно, я так думаю. Дай Бог, чтобы эту премию получали достойные последователи его творчества. Новый творческий сезон обещают в областной филармонии вновь порадовать публику сюрпризами. В ближайших планах большая новогодняя программа. Напоминаю о новостях в Запорожье и области. Вы всегда можете узнать о нашем сайте tv5.zpi.ua. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или высказать свое мнение, пишите. главред.tv5.zpi.ua. Всего доброго и до встречи.